Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Разберем с вами тему, это какая же карта банковская кредитная лучше от Альфа-банка или Тинькофф-банка. Знаете, вопрос такой, очень требующий, наверное, большого разбора, поскольку каждая кредитная карта, каждый какой-то кредитный продукт от какого-то банка имеет свои привилегии, свои плюсы и свои минусы. Поэтому каждый кредитный продукт зависит по условиям от того, какие есть потребности у человека, то есть какие больше условия от какого банка для него подходят, та банковская кредитная карта и будет казаться, что она более выгодная, более лучшая по сравнению с какими-то другими банками. Поэтому давайте я вам просто для сравнения расскажу основные привилегии у каждой банковской карты для того, чтобы вам было понятно, что вам больше подходит. Кредитная карта Тинькофф-банка имеет 55 дней льготного периода, возможность кредитного лимита оформления до 700 тысяч рублей. Также из условий по рассрочке у кредитной карты, точнее по льготному периоду, у кредитной карты Тинькофф-банка есть 12 месяцев рассрочки по определенным категориям и также есть 120 дней рассрочки на погашение кредита в другом банке. То есть это дополнительные еще привилегии помимо 55 дней на любые покупки. Что касается Альфа-банка, карты кредитные от Альфа-банка, там предоставляется 100 дней без процентов на любые покупки и также предоставляется возможность снятия денежных средств с кредитной карты без комиссии до 50 тысяч рублей в месяц. То есть таких привилегий у карты Тинькофф нет, но у Альфа-банка нет возможности, допустим, рассрочки до 12 месяцев, что получается у Тинькофф-банка более выгодно, чем у Альфа-банка. У Тинькофф-банка нельзя деньги снимать без комиссии, у Альфа-банка какую-то сумму, но можно снять. Что касаемо процентной ставки, то в принципе и Тинькофф-банк, и Альфа-банк имеют разную процентную ставку на оплату и на снятие. У Тинькофф-банка для того, чтобы вы пользовались картой банковской только для оплаты, предоставляется процентная ставка от 12%, а если вы собираетесь снимать денежные средства, то от 29,9% станет ваша процентная годовая ставка. Что касаемо Альфа-банка, там процентная ставка от 11,9% на покупки, а на снятие от 23,9% на снятие. То есть как бы у Тинькофф-банка процентная ставка чуть выше, чем у Альфа-банка на снятие денежных средств. Что касаемо оформления кредитной карты, то что Тинькофф-банк, что Альфа-банк в принципе оформляют очень быстро, там буквально день-два и вы можете получить эту банковскую карту уже. Что касаемо кэшбэка, то есть кэшбэк и у Альфа-банка, и у Тинькофф-банка до 30% у партнеров кэшбэк можно получать. Единственный еще большой плюс, да, у Альфа-банка там можно снимать деньги, переводить и совершать покупки, и на все это распространяется льготный период, в отличие от Тинькофф-банка. У Тинькофф-банка льготный период только на покупке, на снятие перевода льготный период отменяется. Поэтому вы уже делаете выбор и выводы сами, что вам больше подходит, там где можно снимать или там где можно оплачивать и переводить. Тут составляйте ваш список потребностей, да, и от этого отталкивайтесь при выборе банковской карты. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч!